Принятие присяги – один из важнейших ритуалов воинской службы. Чтобы этот момент остался в памяти навсегда, церемонию организуют всегда по-особому торжественно, при участии ветеранов, лучших офицеров и, конечно же, близких, родных. Присягнув на верность, молодые сотрудники берут на себя особую ответственность – быть честными и порядочными, объективными и высококвалифицированными специалистами, защитниками интересов государства. Сегодня на священной земле, где когда-то шли бои и кипела борьба за свободу и независимость, 37 новобранцев присягнули на верность Родине. Сейчас наши молодые коллеги, каждый из них – профессионал в своей области по профильной специальности, которую он получил в высшем учебном заведении. И я уверен, что в самое ближайшее время мы действительно сделаем из них специалистов и профессионалов в области таможенного регулирования. А что им понадобится знать – это, безусловно, весь аспект и всю ширину действующего таможенного законодательства не только Республики Беларусь, но и Евразийского экономического нашего союза. Глядно соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь, высоко нести честь и достоинство должностного лица таможенного органа, защищать экономический суверенитет и экономическую безопасность для Африки Беларусь. В 2022 году после Института переподготовки кадров по специальности Государственное управление Ксения Гигень решила, что хочет связать свою жизнь с таможенным ведомством. А уже сегодня в одном строю с 36 коллегами-новобранцами девушка с гордостью и уверенностью принимает присягу. Для меня большая честь принимать присягу именно на священной земле, потому что я являюсь потомком защитника нашей республики и на самом деле это большая честь и достоинство сегодня здесь принять присягу и присягнуть на верность нашему народу и государству. Таможенная служба мне нравится, я планирую продолжать расти, мне хочется усовершенствовать свои навыки, планирую учиться дальше. Оправдались абсолютно мои ожидания. Трудности, конечно, всегда присутствуют, как и в любой работе, но чем больше приобретаешь знаний, тем легче получается преодолевать эти трудности. Я пришел в таможню, потому что решил попробовать себя на государственной службе. Хотел принести пользу и служить Республике Беларусь. После принятия присяги эмоции у меня исключительно положительные. Для молодых специалистов принятие присяги на священной земле в профессиональный праздник стал поистине запоминающимся и волнительным моментом. Добрые пожелания в адрес новобранцев высказал глава города Бреста Сергей Лободинский, акцентируя внимание на том, что Брестская таможня – самая лучшая в стране. Профессионал всегда познается тогда, когда он понимает, что ему надо делать. Поэтому им профессионализма и вера в свою работу, чтобы на благо нашей синевого Беларусь. Один из лозунгов таможни – «За нами родима». Поэтому дай Бог, чтобы там работали только те люди, которые видят и верят в нашу страну. Те, кто работает и живет в Бресте – это те люди, которые в подтверждении тому наших молодых сотрудников, таможенного органов, которые сегодня принимали присягу. Это все брещане, которые вернулись на свою малую родину. Уже те, кто побывал в Бресте, поработал здесь – это люди, которые верны той малой родине, которую они первый раз вступили на свой профессиональный путь. Поэтому мы верим, что мы не только по хэштегу «первый регион первый», но и по своим качествам наши люди стараются своим трудом добиться и доказать, что мы лучшие во всем. Сегодня свой профессиональный праздник Брестская таможня встречает высокими достижениями. В сегодняшних, нынешних реалиях основной поток грузовых и легковых транспортных средств проходит исключительно через Брестскую таможню. Если привести немного цифр, среднесуточное количество транспортных средств, проследовавших легковых и грузовых, это около полторы тысячи, повторю, это ежесуточные в одни сутки. Количество автобусов около 200, количество физических лиц – 4-5 тысяч граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8% грузовых, на 15% физических лиц, на 40%, автобусов практически на 50%. За 8 месяцев текущего года в республиканский бюджет страны только от деятельности сотрудников таможни поступило 1 миллиард 275 миллионов рублей, что практически в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».